О том, какие дороги появятся в столице через несколько лет, говорили награды в строительном совете. Транспортная развязка, парковые зоны, спортивные площадки, совместное развитие города Чебоксары и Новочебоксарска, второй мост через Волгу. Такие темы обсуждали специалисты. В 2004 году был принят ныне действующий генеральный план развития города Чебоксары. С тех пор произошло много изменений. Появились новые микрорайоны, производственные площадки, увеличилась территория, изменился статус города на городской округ. Пришла пора менять и генплан. Чего ждать Чебоксарсам в ближайшее время, расскажет моя коллега Татьяна Трофимова. Конкурс на развитие генерального плана города Чебоксары выиграл Санкт-Петербургский институт урбанистики. И на градостроительном совете проект представила главный архитектор Ирина Гришечкина, которая незадолго до этого оценила территорию города с высоты птичьего полета вместе с Алексеем Ладоковым и Александром Шевлягиным. Глобальным образом реконструироваться ничего не будет. То есть будет уточняться предыдущий генеральный план и будут внесены те изменения, которые уже произошли с момента предыдущего генерального плана. То есть жизнь она течет и вносит свои изменения. Так к 2018 году в Чувашии должна быть построена высокоскоростная магистраль Москва-Казань, которая, по предварительным данным, будет проходить через Новочебоксарск, Кугеси и Чебоксары. По особенностям города, как я сказала, здесь вы видите окружение его зелеными лесными территориями и соединение, в общем-то, слияние практически двух городов Чебоксары и Новочебоксарска. И это не единственная предпосылка объединения двух городов. На самом деле Чебоксары и Новочебоксарск давно уже взаимодействуют как единый организм. Сама жизнь уже подсказывает, что у нас город Чебоксары развивается в сторону Новочебоксарска. Просто вот в данном генеральном плане до 35-го года рассчитывается 550 тысяч населения. И пока как бы до конца мы с Новочебоксарском не сливаемся. Но тем не менее все дороги, все направления движутся в ту сторону. Я думаю, это не... ну жизнь покажет. Это, скажем так, история 20 лет или история 30 лет. Но тем не менее слияние с городом Новочебоксарском произойдет рано или поздно. Развивается территория в районе Тепсирмы, Пехтулина. То есть она примыкает к городу Чебоксары. То есть уже город Чебоксары растет в сторону Новочебоксарска. Как строить удобный для жизни город? Как сделать так, чтобы не получилось развитие без развития? Эти вопросы главными обозначили архитекторы нашего города. В последние годы практически в 100 раз увеличился транспортный поток в городе. Необходимо строить новые дороги, расширять существующие. В северо-западном районе, в районе пересечения улиц Университетской и продолжение будущей магистрали Третьего транспортного полукольца, там тоже предусмотрена многоуровневая развязка. Но там сейчас частная заправка есть. Человек выкупил территорию, и теперь вот как с этой развязкой развязаться? Или в него опять надо выкупать? Это, получается, дополнительные расходы на городской бюджет. Согласно генплану, многоуровневые транспортные развязки появятся и в других районах Чебоксар. На градостроительном совете было предложено и строительство второго моста через Волгу. Но это требует очень больших вложений – несколько десятков миллиардов рублей. По словам главного архитектора города, наш бюджет без федерального финансирования не сможет вытянуть такой мост. Генеральный план в окончательном варианте должны утвердить в октябре этого года. До этого документу предстоит еще пройти экспертизу в Минрегионе. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.